Ребят, всем привет! Всем добрый вечер! У нас уже вечер на Панглау. Мы сидим в русском кафе и хотим взять интервью у ребят. Смотрите, появилась новая фишка проекта. Ребята повесили. И здесь показывают клипы, фоновая музыка, а также иногда какие-то матчи, спортивные мероприятия, состязания. Недавно показывали бокс. На этом проекторе. И люди приходили. Но сегодня мы не про кафе. Сегодня мы про ребят, которые сюда приехали. Вот, в Коск. Из России. Из России. Из Санкт-Петербурга. Сейчас, да? Из Санкт-Петербурга. Здесь они пробыли месяц, да? Да, почти. Давайте, почти месяц, чтобы быть более точными. Почему вы приехали на Филиппины? Почему вы выбрали именно Пангла? Вы смотрели каких-то блогеров? Читали что-то? В общем, на чем вы основывались, выбирая для своего отпуска Филиппины? Ну, у нас получилась такая ситуация, что мы, в принципе, привыкши путешествовать, на самом деле, метая дроти в карту, примерно. Это Миша, это Миша. Да, но, по крайней мере, моё мнение. Представьтесь хотя бы, чтобы не сказать, что Миша, Миша. Миша, да. Нам понравилось, мы почитали, посмотрели. Мы смотрели ваш канал и других блогеров, людей, кто живёт здесь, ну, и, в принципе, туристические, да. Выбрали Панглау. Ну, в принципе, вот, не надо. Стоялись канал из роликов, да. Да. Стоялись ролики, общались вместе, всё это, советовались. А вы как-то там дружите, да, в Петербурге? Да, мы вместе, конечно. Мы встречаемся частично, да, друзья, коллеги, там, общие там, что-то делать. Да, и вы все вместе решили, давайте, а вы женаты, да? Нет, нет. Нет? Замечен не был. Как бы мы, может, все, как бы вы, если бы вы женаты, как бы мы были. Ну, в общем, не женаты. И вы решили чистка мужской компании, рвануть на Филиппины. В Санкт-Петербурге сейчас очень снег, там очень холодно. Ну, да. Я догадываюсь об этом. Поэтому, чтобы не чистить снег, мы решили, где снег можно не чистить. Изначально... Посмотрели на карту мира, карту мира. То есть, мы на полушаре взглянули, вот, и пришли общее мнение, да, что снега здесь, наверное, быть никак не может. Лопаты с собой брать не надо. То есть, работать не надо, да? Работать. Ребят, вот, заметьте. Ребят, вот, заметьте. Вот что, да? Чтобы не копать снег. Если не хотите работать, перейдите на перейдите. Работать не надо. Тут, как говорит Серега, всегда говорит, расслабьтесь, ребят. Расслабьтесь, расслабьтесь. Вообще, выбор был тяжелым, довольно-таки. Было примерно 5-6 стран, которые мы перебирали. В Азии все страны. В Азии. Начиная от Шри-Ланки и заканчивая Вьетнамом. Да, Вьетнам. Ну, и, соответственно, около. Да, Вьетнам-то, Боджет-то, ну, что-то. Ну, почему-то выпали Филиппины. То есть, сердце вас позвало на Филиппины, на Панклал. Как вы здесь устроились? Ну, мы устроились как, в принципе, и все. Мы сняли там день-два на Алоне, да, то есть, опять же, посмотрели там. Потом мы пошли гулять. Вот пришли в русское кафе, познакомились с Сергеем. И вот он нам сразу помог, прям в первый же день. Сергей – это наш оператор, напоминаю. Ну, нашли много тоже еще, кроме Сергея, уже говорили, с русскими ребятами здесь. Ну, люди есть, но мы непосредственно сразу познакомились с Сергеем. Он сразу нас по этим же днём устроил, сразу нашел нам и жилье. То есть, он очень достойный нам, вполне нравится. Очень хорошие мопеды. Я очень доволен своим конкретного, который мне мопед попался. Идеально. Я никогда в жизни не ездил на таком мопеде, мне очень понравилось. И все, и как-то, ну, и дальше, соответственно. Я замечу за то, что мы, если бы, наверное, знали бы телефон раньше, то, наверное, мы меньше, меньше бы, меньше бы попали бы на тот расход, который мы бы хотели увидеть у себя. То есть, если бы мы заранее обратились, знали бы телефон, знали бы телефон, знали бы контакт, все бы нам нашли, это было бы вообще. Третья часть бюджета, вот, на месяц разделили, раз, два, три. Третья часть бюджета, она была бы все просто, а мы в одну, в другую, в третью, потом, а потом уже все нашли, все было замечательно. Так, еще один вопрос, который я всем задаю. Плюсы, минусы Филиппин. То есть, какие плюсы вы можете сказать? Погода, да, то, что, ну, понятно, снег не нужно расчищать. Какие еще плюсы? Ну, минусы, я хочу сказать, то, что у меня снег сняли, это минус большой. Это уже минус что-то стало? Это минус большой, это минус. Вы меняете свое мнение по ходу интервью. Это плюс, это минус. Я уже теряюсь. Я уже за последнюю немножко, поэтому... Так, завтра уже домой, домой. У меня тоже минус, уже минус, поэтому снег съедет больше минус. А из плюсов хочу добавить, что... Даже сравнивать с чем-то. Ну, ты можешь сравнивать. И Индию мой сравнивать, и это, и это. Ну, сравнивать разные страны, Филиппины, мне очень понравилось. Очень понравились, не ожидал, что будет так здесь. Прикольно, классно, здесь много очень хороших мест. Посмотреть, обалдеть вообще. Где вы вообще были, рассказываете? Не советуете, куда поехать на экскурсию? Можно прыгать, можно прыгать просто по островам. Прыгать, прыгать, прыгать. Ну, это, мне кажется, ни к чему особо не прыгать можно. Просто, чтобы смотреть пляжи. А можно просто остановиться конкретно где-то в одном месте. Вот, например, Дереванглау. Вот, Дереванглау, Бахоль, вот эти острова. Нам еще не хватило, чтобы мы все посмотрели. Потому что мы всего лишь проехали нижнюю. Вы играли в экскурсии? Нет, нет, сами. Сами на байке, да? Сами, благодаря русскому кафе, русское кафе, которое здесь. Они нам и подсказали. Все здесь. Точки нам обменили, куда нужно ездить. Ребятам, ребятам, Игорьку особое большое там. Мерси? Да, да, да. Особо большое это не нахуй. А, да, 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 да. Я бы сказал, вот так, плюсы и минусы, да, вот вернемся к этому вопросу. Мне понравилось очень, плюсов больше, минусов практически нет. Единственное, что, ну, я ожидал, что февраль все-таки в экваториальном климате будет более солнечным. Есть немножко облачные моменты, да, но это, опять же, это каждому свое. Я люблю солнце, то есть для меня не существует жаркой погоды. Для меня существует холод, да, то есть жарко не бывает. Но для путешествий на самом деле иногда лучше, то есть, например, когда под палящим солнцем долго ездишь, конечно, ты сгораешь тоже и так далее. Четыре дня было дождей, четыре дня было дождей. Я сейчас минусы не включаю, потому что если постоянная пекла, то тоже не интересно. А вот тут было маленькое вот такое разнообразие было. Жарко, ну ладно, все хорошо, все греки там, давайте по минусам. Я могу сказать, ну, по минусам, на самом деле, ну, правда, вот для меня вот минус облачность, да, я люблю именно солнце. Я бы облака не видел вообще, если бы можно было бы регулировать. Ну, то есть ты хотел вот видеть ясное небо, солнышко, но в прошлом году так и было, а в этом году что-то как-то чуть-чуть все сдвинулось. Какие еще минусы? Минусы, хочу сказать по пляжу, потому что босиком, босиком, то есть как бы не рекомендуюсь. Да, опять потому что вот нужно надевать именно вот область, чтобы, то есть эти движи, которые вот в крови, морские, и лучше вот надевать тапки, потому что люди, которые не знают и приезжают на Филиппины, их никто не предупреждает. Вот я бы сам узнал только вот от ребят, от ребят здесь, что на самом деле лучше надевать, кстати, просто так. Собственно, по минусам Ваня уже все такое рассказал, ну, в принципе, да, но минусов мало, правда, но плюсов я лично для себя увидел много. Я не могу похвастаться богатым, что я посвятил много стран, там, четыре страны, там, где-то не считая России, да. И я всегда стараюсь ездить в одну страну один раз, чтобы постараться посмотреть как можно больше, просто земной шар большой, а жизнь короткая, поэтому хочется, конечно, понравиться. Ну, сюда я однозначно вернусь еще, потому что очень богатый, вот, насыщенность, достопримечательность, да, очень много мест, которые хочется посетить, где хочется посидеть, отдохнуть или просто посмотреть. Очень много водопадов красивых, красивой природы я очень люблю. И причем везде разные, вот мы посетили здесь, ну, такие острова, то, соответственно, мы, вот, ну, Бахоль, понятно, да, соответственно, Панглава вдоль, подперек, также мы съездили Себу, объехали вокруг, не могу сказать, что мы прямо зашли в каждый угол Себы, но мы также посмотрели водопад, очень красиво, очень здорово, провели там целый день, да, так же были там, да, и самая, да, суть поездки была не в Себу, а в Антаян, это остров, который, то есть, опять-таки, по пляжам, но там очень прекрасные пляжи, там есть и заход хороший, то есть, прямо, ну, это уже пляж, то есть, там немножко, там другая жизнь. И самое главное, что здесь реально на каждом острове своя жизнь, и прямо вот. Каждый остров по-своему, да? Каждый остров по-своему. Каждый остров по-своему. Он очень богатый, он очень богатый. Бахоль, Бахоль, он вообще, он, он, я так, я так считаю, что, в принципе, здесь даже мы пожили месяц, поездили, здесь очень много всяких водопадов, там, ой, можно в каждом месте сдуваться, по несколько раз, там, по два, по три раза, что-то новое для себя, для себя, для себя вообще, что-то новое открывать, смотреть и видеть, это вообще. В общем, мы в восторге. Да, мы в восторге. Самый большой плюс, это море, все-таки, я считаю, потому что здесь можно заниматься дайвингом, заниматься снорклингом, просто лежать на пляже. Калькасан, 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 Калькасан. В общем, море, это, это сказка. Очень богатый. Ну, я, Сергей, ответил бы еще один минус в том, что, если человек просто приехал сюда для купания, вот, купания на море, то ему будет, наверное, здесь не совсем комфортно, потому что... Ну, да, тебе надо сказать, что, если она... Потому что, когда, ну, именно пляжная зона, она очень мелкая. Комфортно-детишек, да. То есть, когда заходишь в воду, приходится идти, там, ну, если, там, просто идешь несколько метров, там, десятки метров, да, а потом идет резкий просто, вот, обрыв, глубина, да, что не позволяет... Ну, это касаемо купания, ну, касаемо подводного... Я никогда в жизни не видел столько морских обитателей, я никогда... Ты дайвил? Нет, я не занимался дайвингом, да, снорклинг, да, ну, и тоже, я никогда не... Ну, есть вот такие страны, где больше пляжный отдых, там, то все, ну, чтобы был такой, настолько богатый подводный мир, то что ты просто заходишь, прям, ну, в любом месте заходишь, всегда будут звезды, крабики, очень много. Очень хороший вот этот коралловый песок, он беленький, идеальный, то есть, идеальная вода, вот, просто очень здорово, это вот огромный плюс. Также плюс, ну, по крайней мере, для меня, здесь все просто. Я не видел на дорогах каких-то постов, ну, полицейских, да, я видел полицейские посты, конечно, ну, один раз, правда, вот я ездил, ну, меня на бахоле, ну, не остановили ничего. То есть, я не вожу с собой ни документы, ни бумажки, ничего, я это очень не люблю, вот, когда ты вот на цепи вот сидишь, да, что многие страны отличаются этим, то есть, вот, говорят про Таиланд, не посетил на данный момент еще, но, правда, говорят, что люди попадали там на такие, ну, даже разводят на деньги, элементарно, полиция, потому что, ну, проблемы здесь нет абсолютно. Ну, или вы с ними не сталкивались? Ну, по крайней мере, да, мы не сталкивались, мы не, это самое, никогда, ну, мы люди-то, в принципе, нормальные, законопослушные, мы тем не занимаемся, понятно, если ты будешь буянить, ты свое получишь, так, только спокойно. И самое, наверное, что главное в выборе страны для меня, это население, потому что, если народ в стране не очень, скажем так, да, и моральные устои у них не соответствуют, да, то, конечно, это очень сложно. Здесь такие люди хорошие, то есть, все люди, все, кого ты встречаешь, они всегда улыбаются, и для меня это очень приятно, это важно, они все готовы помочь, все хорошо, и проблем не полетят, и всем не важно. Вот насчет населения людей, я в Малине сегодня, целых четверо мужчин вокруг меня, и очень многие спрашивают насчет девушек, ну, так как я сама девушка, да, я не могу комментировать про девушек, это будет как-то некрасиво. Сейчас я буду пытаясь мужчин, насчет девушек филиппинских, ну, вы же встречали, да, за месяц-то, естественно, вы встречали. А про девушек я хочу сказать филиппинских. Подожди, подожди. Одной фразой, одной фразой. Кто ищет, кто все равно идет. Ну, как-то кратенько, нет, давайте поподробнее, лучше, это, в деталях, пожалуйста, красивые, некрасивые, ну, вы же видите, там, супермаркетов, вот ездят по Бахолу, да, тут ваше впечатление, что вы можете сказать, видели вы большинство красивых, симпатичных, или же, ну, эменицы, как вы? Филиппины по миру у них, по-моему, вообще, они третья страна мира, по-моему, по... Так, ну, не будем по статистике, по статистике, да, статистика это такая, наука, скажем так, не наука. Собственный компет, по вашему мнению, красивые девушки, некрасивые, легко они идут на контакт с мужчинами? Девушки очень красивые, наверное, 70% очень симпатичные девушки, но, единственный, конечно, минус у нас, малое понимание английского, ну, мы по-английски, они все по-английски. Они с вами, когда шли на контакт, первые, или же вы какие-то внимания уделяли, или вы там выходили, слазили, со своего байка, и они сразу вас ставили. Они идут, они идут, они уезжаешь на Анжели, там, похоже, туда, похоже, уезжаешь, они идут на контакт, они вообще просто, блин, они... Я не еду сюда, то есть, контактирую с девушками, то есть, ну, меня этот момент неинтересен, то есть, у меня там есть девушки. Я поэтому не выхожу на определенного вида контакта, скажем так, но, опуская этот момент, скажу, что по красоте, женской красоте, очень, очень симпатичные девушки. Я не люблю азиатов, если, допустим, я вот про китайцев не скажу, что там они имеют большое количество красивых, здесь девушки реально симпатичные, приятные, на контакт идут, то есть, что-то там спросить, что-то, да, они всегда улыбаются и так далее. Самое главное, что они вот любят европейцев, я вот куда-то, как-то не захожу куда-либо, там, по какому-то вопросу, какой-то дом, там, что-то, если меня обязательно пытаются присваиваться с домом, Вот, у меня, у дочка есть, типа, ты замужем, ну, я говорю, ну, в смысле, не женатая, ну, как бы, я, ну, официально я не женатый, я говорю, но говорю, да, я женат, ну, типа, они, ну, там, лишние, так сказать, вот, а? И такие, ой, да ладно, ну что. Ах ты, ё-моё, очередной, ушёл, очередная рыба уплыла. Ну, 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 очень, очень, конечно, они, конечно, они прям под впечатлением. Они очень такие... Если сравнивать, допустим, с русскими девчонками, с девчонками с ситя. Давайте мы не будем это поговорить прямо в эфире, значит, они нас съедят. Нет, 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 а я могу, 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 а я могу по сравнивать, я могу по сравнивать. Они просто, они улыбаются, они готовы на контакт, они вот, им нравится, им общение нравится. Девчонки, русские, себе на заметку берите, на самом деле проблема русских девчонок, потому что я. Ой, ну у русских девчонок тоже нет корон, большинство. Ну как сказать? Ой, ну смотри какие. Ой, у Филиппина нет корон. Девчонки, мужиков не слушаем, слушаем меня. Я сейчас вам всю правду машу скажу. Да, вот вы знаете, девчонки, я считаю вообще, что славянские девушки самые красивые, потому что я побывала во многих странах, на многих континентах, да, почти на всех, вот. Но, девочки, единственная проблема у русских девчонок, ну у славянских, в общем, да, не со своей короной, нет, девочки у нас чуть-чуть зажатые, это на самом деле так. Как узнать русскую девочку, то, что она идет бедненькая, да, симпатичная, красивая, ну ты улыбнись людям, которые вокруг тебя. Нет, идет, такая все полно, супилась, чешет на пляж, такая все, не подойди, убьет. Вот, а вот если она улыбнется, и даже с иностранцами, со всеми, с кем я общаюсь, и задаю вопросы, все сразу говорят, русские девчонки самые красивые. Ну, у них такое лицо, что, ну вот, боишься просто, да, боишься подойти. Как будто с автомата АКА будет всех расклеивать. Да, 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 и это действительно есть такое. У меня у самой иногда, я сама иногда иду, и понимаю, что у меня такая... Да, 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 я иногда сама иду, хотя уже, да, несколько лет живу в базе, и уже, ну, чуть-чуть по-другому мыслю. И все равно иногда ловлю себя на мысли, что я иду, тоже такая, брови домиком, иду, что-то про себя, думаю, так, чем накормить ребенка, нэ-нэ-нэ-нэ-нэ-нэ, вместо того, чтобы улыбаться, там, на мальчиков смотреть, вертовать, мы же девочки должны этим заниматься. Они подходишь, и вот они как ангельские существа, они улыбаются, она, вот она, ты рот раскрыл, и она готова прямо... По-доброму, все по-доброму. По-доброму, все по-доброму, все по-доброму. Да, да, да. Вроде филиппины, да, мужской рай, ты приезжаешь всегда. Я проводил мини-опрос, наверное, примерно 15 девушек, я задавал одни и те же вопросы. Филиппинские девушки. У филиппинских девушек, да. Во-первых, первый вопрос, вы замужем? Сто процентов ответ нет. Конечно, муж девятом работает. Второй, вы работаете? Сто процентов ответ да. Третье, вы любите, почему вы, вам нравятся филиппинские мужчины? Сто процентов ответ нет. Следующий вопрос, а почему? Потому что они лентяи. Потому что они не работают. Ну правда, да. Ну это правда, да, конечно, однозначно. Про филиппинских девушек поговорили. Теперь напоследок. Кратенько, советы тем, кто хочет сюда приехать в первый раз. Каждый, каждый. Каждый, да, вот от себя какой-то совет, пожелания. Ну вот все, что сейчас пришло в голову. Ну первое хочу сказать, ну по порядку, наверное, да? Да, 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 по порядку. Я, наверное, скажу, что те, кто еще здесь ни разу не был, нужно сначала обратиться вот к ребятам, к русским. Когда просто делаются кафе, спросить, спросить все, что интересует. И все расскажет, и расскажет, и все перебивать. И тогда будет все проще понять и заметить. Ну чтобы время не терять. Да, чтобы время не терять и деньги не терять. А нам, человек, сами примут решение. Либо так, либо сяду. Следующий совет. Второе. Значит, я не советую очень кататься с большой скоростью 40-50 метров в час. Несмотря на всякие умения кататься на байках, на скоростных, на всем, что угодно. Но здесь бегают собаки, которые выбегают ночью. Или они просто лежат ночью на дороге. И вы можете просто разбиться в дребезги. Катайтесь со скоростью 40-45 км в час. Не больше. И это мой совет. 60. Ну, мне особо добавить к этому нечего. Собственно, да, я подтвержду. Подтвержу слова ребят абсолютно правильно. Мы пытались. То есть, не, можно, конечно, самостоятельно три раза намотать круги по острову. Правда, это вот абсолютно, что лучше обратиться к ребятам. И будет все намного проще. Потому что, приехав, ничего не понимая, ты потратишь очень много денег абсолютно на эти отели туда-сюда. Особенно все же приезжают куда. То есть, узнают основные туристические места. И, как все прекрасно знают, каждое туристическое основное место – это совсем другие деньги. А так, ты придешь, тебя поселят, все будет идеально, замечательно. Рассказку все разу. Да, и собаки, и так далее, дороги сложные. Как, в принципе, наверное, в любой стране Азии. Да, то есть, да, если особенно не очень хорошо управляешь байком, то гонять не стоит. Больше особо добавить нечего. На мировом масштабе приезжать надо сюда. Я советую. Не пейте. Я вернусь. Обязательно вернусь. Да, некоторые спеваются. Ну, не пейте. И еще один совет. Ну, я добавлю. Вы учите хотя бы чуть-чуть английских слов. И перед тем, как вы едете в страну, прочитайте о ней что-нибудь, о культуре, о местных традициях. И будьте немножечко, все-таки, не хозяином, а гостем. Да, это лагерь. Не забывайте, что вы находитесь в чужой стране. Да, ты здесь гость, чтобы не вести себя. И вести себя уважительно к чужим традициям той страны, где вы находитесь. Чем многие очень часто пренебрегают. И я говорю, что в кафе я говорю, всегда передавать привет. Касаемо языка. Я где-то слышал... Где-то слышал такое, что филиппины не для начинающих туристов. То есть, да, язык, он очень на самом деле важен здесь. Это не Турция, где у тебя даже вывески на русском языке висят. Здесь такого нет. То есть, если Панглау еще плюс-минус обладает, там, те же русскими людьми, которые могут тебе помочь. Да, далеко не каждый остров. То есть, мы, допустим, бывающие на Бантаяне, мы встретили за неделю, там, одну только семейную пару русских. Мы больше всех не видели там. Они там, конечно, есть, но где мы их не видели. То есть, если ты совсем не понимаешь английский язык, то будут с этим проблемы. Здесь, опять же, все филиппинцы понимают английский язык. Ну, 99%. Также сталкиваются с такими проблемами в Союзе-Индии, допустим, когда ты еще что-то понимаешь по-английски, разговариваешь, вот как-то, I do not know it, абсолютно. И это сложности объяснения, в Союзе-Перевода они присутствуют, конечно. Ну, в общем, учите английский. В общем, приезжайте на филитин. Однозначно. Он очень хороший английский, но мы русские... Приезжайте на филитин отдыхать. От себя говорите. Don't speak English. Don't speak English. Чтобы не говорить little bit. Ой, слушайте, уже понабрались, да, размешивши. Уже молодцы, за месяц уже вы... Завтра вы уезжаете. Хорошего вам полета. Привет Питеру. Привет России. Приезжайте еще. Обязательно. Увидимся. Спасибо вам. Вам огромное спасибо, правда, ребята. Спасибо. Мы очень рады познакомиться. Приятные люди. Все идеально. Все разместили, сделали. Всем огромное спасибо. Рады, что мы вам помогли и что вам все понравилось. Ребят, до новых встреч. Пока-пока.